Новости на телеканале Видное ТВ проведу я, Татьяна Брылова. Здравствуйте! В начале выпуска коротко о некоторых темах. Оценить работу любого спортивного учреждения, а также оставить отзыв или пожелание можно на сайте проекта «Живу спортом». Люди, которые приходят на различные спортивные объекты, смогут оценить его инфраструктуру, удобность места расположения, а также другие факторы. В гостях у Лукоморья Викторина по сказкам Пушкина прошла в Виндовской школе номер 7. Сколько сыновей было у Дадона? Мам! Правильный ответ – ваш сын. Наш мобильный репортер расскажет о работе коммунальщиков по уборке снега. Жуковский и Березовая, и Лесники. Проект «Живу спортом» объединяет ведущие физкультурно-оздоровительные комплексы и спортивные федерации страны. На днях на сайте проекта запустили голосование. Теперь можно не только оценить работу любого спортивного учреждения страны, но и оставить отзыв, пожелание или конкретное предложение. Стадион «Металлург» и Дворец спорта «Видное» активно участвуют в голосовании. Подробности в нашем сюжете. Баннеры и специальные наклейки с QR-кодом на днях появились во многих спортивных учреждениях Московской области. Они позволяют каждому посетителю быстро и удобно принять участие в рейтинговом голосовании, организованном проектом «Живу спортом». Люди, которые приходят на различные спортивные объекты, смогут оценить его инфраструктуру, удобность месторасположения, а также другие факторы, и указать это, оставить это в отзыве и, соответственно, поставить оценку, на основе которой будут выявлены лучшие учреждения как Московской области, так и всей Российской Федерации. Голосование позволит не только наладить обратную связь с жителями и сделать работу спортивных учреждений качественнее, но и поможет выбрать лучшее спортивное учреждение для занятий. Для того, чтобы оставить свой голос, нужно совсем немного. Достаточно включить камеру, навести ее на QR-код и дальше пройти на сайт и оставить свой голос. Дворец спорта «Витное» присоединился к проекту «Живу спортом» в мае этого года. На сайте проекта размещаются анонсы предстоящих спортивных мероприятий, фотоотчеты с прошедших соревнований и игр, а также актуальные спортивные новости. Теперь там можно посмотреть и рейтинг учреждения. Голосование началось у нас с понедельника, 3 декабря, и могу сказать, что мы успешно набираем положительный оборот. То есть средние наши оценки это 4-5, и мы будем стремиться к высшему. Принять участие в голосовании, просто перейдя по QR-коду, смогут и посетители стадиона «Металлург». Здесь разместили наклейки в холле основного здания, а также рядом с залами для тренировок и возле центра тестирования ГТО. «Если QR-код у кого-то не сканируется, то можно зайти на сайт «Живу спортом», найти или фоки поблизости, или фок по названию, также поставить оценку, пятибалльная шкала, или оставить отзыв». Когда мы снимали этот сюжет, на территории стадиона активно работала снегоуборочная техника, ликвидируя последствия ночного снегопада. Многие жители с нетерпением ждут открытия катка «Металлурга», но, увы, погода и тут несла свои коррективы. Примерно с середины ноября с наступлением холодной погоды мы начали подготавливать каток. Была проведена работа подготовки снежной ледяной подушки, залито несколько слоев катка, выровнено. Планировали открыть каток в самое ближайшее время, к сожалению, сейчас погодные условия не позволили нам это сделать, плюсовая температура, лед подтаивает. Но ведем работу активно, поэтому я думаю, что совсем скоро жители Ленинского района смогут на нашем катке покататься. Проект «Живу спортом» курируется Министерством спорта Российской Федерации. На данный момент в рейтинге спортивных центров России стадион «Металлург» занимает третье место, а дворец спорта «Видное» на 14-м. Но ситуация постоянно меняется, и результат будет зависеть в том числе и от вашего выбора. Екатерина Борисова, Егор Хлябич, Евгений Садовский. «Видное» ТВ. Локальных очистных сооружений на завидной не будет. Такое заявление разместил глава Ленинского района на своих официальных страницах в социальных сетях. Валерий Венцель обратил внимание, что жители обеспокоены тем, что в бюджет не включены проектные и изыскательные работы. Хочу пояснить, что сейчас земельный участок, где планируется строительство КНС, полностью расположен в зоне размещения автомобильной дороги регионального значения Солнцево-Бутово-Видное. И в зоне планируемого размещения линии рельсово-скоростного пассажирского транспорта Москва-Бутово-Щербенко-Видное. Поэтому включить эти расходы в бюджет нельзя. Валерий Николаевич также отметил, что денежные средства на проектирование будут предусмотрены в поправках бюджета после решения вопроса установления красных линий автодороги и получения положительного ГПЗУ. Уже несколько лет на базе Видновской школы номер 7 действует театральная студия «Художественное слово». Ее актеры выступают со стихотворными композициями, создают тематические программы, делают мини-спектакли. Их очередная премьера в гостях у Лукоморья. Так называется театрализованная викторина по мотивам сказок Пушкина. На представлении побывала наша съемочная группа. Сказка-ложь давней не только намек, но и целые культурные пласты. Именно их и вспомнили ученики начальных классов, участвующие в театрализованной викторине. Мы вновь и вновь обращаем свои взоры на Александра Сергеевича Пушкина. Потому что Пушкина все в театрализованной форме мы предлагаем викторину для учащихся начальных классов. В театральной студии «Художественное слово». Участники, которые подготовили сегодняшнее выступление, несколько коллективов разного возраста. В этот раз на сцене ученики третьего класса. Я не зря ученый кот. Я в душе, а вот турист и немножечко артист. Одна из главных ролей ученого-кота у Петра Алтухова. Опытный актер уверенно чувствует себя на сцене, но на первом в жизни интервью волнуется. Тем не менее, открывает секрет, какие сказки сегодня должны отгадать ребята. Есть сценка о работнике его балде, золотой петушок, сказка о баке и рыбке и сказка о царе Салтане. Костюмы и реквизит ребята и их родители сделали своими руками. Тем не менее, за ними без труда угадываются персонажи, знакомые всем с детства. Посади ты эту птицу на высокую на спицу. Петушок мой золотой, будет верный сторож твой. После каждой сценки следуют вопросы. Отвечают иногда хоть и не в попад, но зато дружно и всем залом. Радуют, что большинство ответов все же верные. Сколько сыновей было у Дадона? Два! Правильный ответ – два сына. В этой викторине нет соревновательного момента, нет наград за правильный ответ или призов победителям. Цель программы – с помощью игры вовлечь ребят в процесс обучения. Такие мероприятия просто обязаны проходить в школе, потому что вот видели мои ребята, первый Г-класс, просто аплодировали, танцевали. Эмоционально вот отклик нашли в их душе все эти и песни, и стихотворения, и игра детей. Когда видишь в зале горящие детские глаза, понимаешь, что цель достигнута. И актеры смогли показать все, на что способны. Сегодня они показывают Пушкина. До этого был спектакль по Аскару Альду «Звездный мальчик». И следующий у нас на очереди – это Михалков. Веселые рассказы. Руководитель студии, победитель областного конкурса «Учитель года Подмосковья» Андрей Коршунов не стремится воспитать актеров. Главная цель театральной студии – научить ребят рассказывать интересные истории и делиться своими эмоциями, как это и произошло сегодня. Максим Козлов, Егор Хлябич, Ольга Садовская. Видное ТВ. Новая выставка живописи под названием «Вихри враждебные», открывшаяся в музее-заповеднике Горки-Ленинский, рассказывает о гражданской войне в России в первой половине прошлого столетия. Экспозиция вызовет интерес у тех, кто изучает советское искусство. В музейном зале побывал наш корреспондент Дмитрий Книга. Музей-заповедник Горки-Ленинский представил для посетителей новую выставку под названием «Вихри враждебные». Здесь можно увидеть картины художников советского времени, посвященные гражданской войне в России 1917-1922 годов. Экспозиция по-настоящему уникальная, ведь основная часть работ написана участниками тех событий на основе личных впечатлений. Фотография передает историю одним путем, кинохроника другим, а художник совершенно необыкновенно, каким-то особым, необыкновенным чувством. И вот эти картины нам показались, они очень интересны для нас, потому что тема революции, тема гражданской войны, тема 1918 года, ну 100 лет все-таки, она для нас очень важна. И она очень хорошо иллюстрирует, поддерживает наши основные экспозиции. Среди авторов картин есть известные фамилии, такие как Митрофан Греков и Борис Иогансон. Ценность полотен состоит в том, что здесь описываются реальные события с участием исторических фигур. Центральное место на выставке занимает картина Ивана Владимирова «Бегство буржуазии из Новороссийска», где люди, спасаясь, уходят словно в никуда. Почти не видно корабля, на который они грузят, они как бы уходят в пустоту. Это удивительная работа, то есть автор, не знаю, задумывал или нет, но он показал самый трагический перевол в истории России. Художественные полотна, как слепок истории, передают дух того мятежного времени. Сегодня интерес к советскому периоду возвращается ввиду того, что со сменой поколений появляются различные точки зрения на исторические процессы, а значит, возникает предмет для обсуждений. Именно ушедшая эпоха, она всегда познается или мы ее узнаем через искусство. И, конечно же, советская эпоха, она сейчас у нас все дальше и дальше от нас отдаляется. И понять ее, поразмышлять мы можем только вот уже в музейных залах об этом. Посетители выставки считают, что искусство помогает глубже погрузиться и понять тему гражданской войны. Мне очень понравилась картина «Жилище рабочего в период военного коммунизма». Если присмотреться, очень интересно выполнена картина, цвет очень интересен. В основном картины выполнены в мрачных тонах, что соответствует эпохе. Конечно, такие есть и тяжелые моменты, но в то же время это наша история, а историю нашей страны должен и обязан просто знать каждый. Экспозиция продлится до марта 2019 года. Дмитрий Книга, Владимир Бижонов, Ольга Садовская, Видное ТВ. Почти сутки в Подмосковье шел снег. Толщина покрова составила более 10 сантиметров. Это хорошо видно по стоящим автомобилям, которые в прямом смысле утонули в снегу. Наш мобильный репортер проехал сегодня в первой половине дня по улицам Видного. На этих кадрах можно увидеть, что основные дороги города почищены. Сотрудники Дорсервиса начали работать еще с ночи. Поэтому к утру на дорогах каких-то особенных затруднений в движении из-за снега не было. В разных точках города был слышен шум уборочной техники. До 11 утра на специальный полигон было вывезено 4 КАМАЗа со снегом. Порой водителям тракторов приходится лавировать между припаркованными автомобилями, выполняя свою задачу. Но, как правило, им помогают рабочие с лопатами. Рабочий день сотрудников отдела по благоустройству Дорсервиса начался еще затемно. В тот момент, когда их встретил наш мобильный репортер, они всей бригадой шли на обед. Все чистить нам и чистить. Дорожки и все нам чистить. Сосеньки нам дофига чистить там. В первую очередь, задача почистить снег на подходах к школам и детским садам. Сегодня эта бригада за первую половину дня сделала немало. Школа. Вот радужная. Жуковский и березовая. И лесенки там чистим. Но синоптики обещают, снег будет идти еще как минимум неделю, поэтому работы у коммунальщиков меньше не станет. И еще несколько слов о погоде. Подмосковное потепление сделает небольшую паузу, хотя и холодными в ближайшие дни назвать нельзя. Температура понизится всего на пару градусов. Днем будет минус 2, минус 4, ночью до 9 градусов мороза. А я прощаюсь с вами. Всего доброго и хороших новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова